Первый доклад Фундамент уникальных зданий и сооружений Санкт-Петербурга Заведующий кафедрой геотехники, доктор-технических наук, профессор Мангушкович Александрович В середине мая прошлого года мы в нашем университете проводили американо-российский семинар Были ведущие специалисты Соединенных Штатов, количество 12 человек И как раз это время проведения семинара совпало с открытием Крымского моста И вот как раз при открытии семинара я рассказал об основных параметрах этого уникального сооружения Рассказал о том, что за два года мы сделали такое же сооружение, которое потребовалось датчанам и шведам Знаменитый мальвомский мост из Мальва в Копенгаде, который они сделали 20 лет Россия сделала за два года И мы тогда все пожлопали и поприветствовали чуду инженерной мысли России Ну а сегодня я хотел бы рассказать о тех уникальных зданиях и сооружениях, которые построены у нас в Санкт-Петербурге за последние 10 лет Наша экскурсия, которую мы проведем 8 числа, будет проходить в том числе рядом вот с этим знаменитым Лахта-Центром Это уникальное сооружение, самое высокое сейчас в Европе Его высота 462 метра, масса 670 тонн Это не просто сама башня Коскововская, она включает в себя многофункциональный комплекс, который сейчас находится в стадии И в котором мы имеем счастье принимать участие в расчете фундаментов Здесь вы видите соотношение у нового Лахта-Центра по отношению с основными такими строительными доминантами нашего города Казанский собор, Ангаратейство, Смольный собор, Исаакийский собор, Петропавловский собор 462 метра и Исаакийский собор 101 метра Посмотрите, как это смотрится в плане Это сооружение не только самое высокое в Санкт-Петербурге, но это сооружение самое высокое сейчас в Европе До этого самым высоким сооружением в Европе считалось здание Шарптауна Кто бывал в Лондоне, помнит это сооружение из стекла Сейчас уже у нас более высокие сооружения сделаны в Москва, Москва-Сити, здание Федерации, Меркурия, Меркурий-Сити Которое тоже выше вот этой английской высоты При строительстве вот этого общественно-делового комплекса Под сооружение было использовано 2080 буронабилных свай Из них 264 сваи были сделаны диаметром 2 метра 848 свай диаметром 20 метров И длиной эти сваи были от 65 до 55 метров Чем это связано? Конечно, это связано прежде всего с нашими инженерно-делаическими условиями Ну, те, кто неоднократно бывал в наших конференциях, а тем более специалисты Санкт-Петербурга знают, что в верхней части у нас залегает песок Дальше идет большая толча слабых озерно-ледниковых отложений, подстилаемых морей И только где раздумены 20 с чем-то метров у нас начинаются коренные грунты Кембрийские грунты, как мы называем Это дислоцированные или не дислоцированные кембри Именно вот здесь у нас проходит метро Почему наше метро является самым глубоким метром в мире? Вот именно сюда были заведены фундаменты этого сооружения Что из себя представляет фундамент? Это коробчатый фундамент состоит из трех армированных, огражденных стеной в грунте в виде правильного пятиугольника Которые доведены до кембрийских линий То есть, по сути дела, сама башня, она как бы вмонтирована в эту подземную часть Вот вы видите сейчас как раз подземное пространство Пространство между двумя плитами образует подземные, также в центре которых расположено железобетонное ядро небоскреба От внешнего периметра, от него идут 10 радиальных стен толщиной 2,5 м и высотой 11 м Полная высота коробчатого фундамента, вот видите здесь стоит человек, такой масштаб Полная высота коробчатого фундамента составляет 20 м А внутренний диаметр ядра 24,5 м Нивняя плита коробчатого фундамента имеет толщину 3,6 м и опирается на слайд Вот вы сейчас видите вот здесь в разрезе, как выглядят вот эти подземные этажи Я очень рад сообщить, что вот здесь присутствует доцент нашей кафедры, генеральный директор фирмы Геострой, которые выполняли вот эти подземные этажи, выполняли экскалацию грунта, выполняли стену в грунте под это уникальное суржение Вот это компьютерная модель, а это вот актуильное посоружение в процессе строительства Сваи на фундаменте, вот то что выделены сваи, это сваи длиной 65 метров, диаметром 2 метра, а это сваи 55 метровые Вот эти сваи расставлены следующим образом Вот институт НИОСТ имени Георгия Иванова выполнил большую работу под руководством нашего выпускника, кандидата технических наук Шуляки Валера Александровича И были рассмотрены различные варианты сопоставления длин сваи с тем, чтобы уменьшить неравномерность осадки И была выкрублена вот именно вот такая конструкция, более длинный сваи в центре и 55 метровый сваи по периферии Вот здесь вы видите процесс изготовления вот этих сваев, армирование каркаса Ну а с тем, чтобы закрепить то, что сказано, я бы хотел, чтобы мы сейчас посмотрели вот небольшой фильм Так, как нам запустить фильм? Общественный деловой комплекс «Лаха-Центр» возводится в Санкт-Петербурге на берегу Финского залива Архитектурная доминантная комплекса 462-метровое здание башни весом 670 тысяч тонн Три года непрерывной работы, 600 домов проектной документации, сотни километров арматуры Огромные сваи высотой в 25-ти этажный дом, свыше тысяча одновременно задействованных рабочих Тысяча тонн металла в основании фундамента, тригодные объемы металлера Создание фундамента «Леванской ватт» завершающая этап нулевого цикла строительства «Лаха-Центра» Конструктивное решение фундамента «Лаха-Центра» пролетово необходимостью не только распределять нагрузки агресса здания Но и гарантировать устойчивость в сложных грунтах и прессивных ветровых нагрузках Монолитная плита этих задач не решает Разработанная для «Лаха-Центра» фундамент по форму напоминает коробку, состоящую из веки стен и двух горизонтальных плит Отсюда его название – коробчатый В верхней и нижней плитных соединяются 10-ю радиальной стеной диафрагментной жесткости По форме связки этих трех элементов представляет собой фундамент Особо устойчивый и конструктивный элемент 10 фундаментов снимают нагрузку с центрального объема фундамента Гидран, который принимает на себя до 70% всех вертикальных нагрузок В результате достигается равномерное распределение давления на фундамент Разница осадок в центре и на территории нивелируется Площадь фундамента «Лаха-Центра» 5600 квадратных метров Высота – 16,5 метров В основании коробчатого фундамента – массивная бесшевная плита толщиной 3,6 метра При заливке которой установлен мировой порт непрерывного бетонирования Она стала основанием для ядра, которое будет расти как ствол дерева До самого шпиля небоскреба – этаж за этажом А свайное основание, как корневая система, через ежевую плиту Примет на себя основную нагрузку Дополнительным перекрытием фундамент разделен на два подземных этажа Здесь разместятся технические системы для обслуживания здания и сяга Завершающий элемент коробчатого фундамента – верхняя плита толщиной 2 метра Создание верхней плиты фундамента осуществляется в два этапа Центральная часть вокруг ядра формируется параллельно с возведением радиальных стен Чтобы небоскреб мог строиться дальше, до завершения всех работ по фундаменту После заливки, пока бетон набирает прочность, важно соблюдать минимальную разницу температур конструкции и воздуха Поэтому с помощью тентов и тепловых кушек создается температурный кушек Через неделю после бетонирования верхнюю плиту освобождают от брытия Заливка основной части верхней плиты фундамента завершает нулевой цикл строительства лактоцентра Теперь уникальная конструкция фундамента готова принять нагрузку в 670 тысяч тонн По объему технологической сложности и ответственности это две трети работ по строительству небоскреба Значительный по площади и объему фундамент послужит безупречной опорой для самого высокого здания Европы Продолжением вот этого комплекса является многофункциональное здание, которое строится рядом с лактоцентром Два здания выполняются по бокам высотной доминантной И построены с перепадом высота от 22 до 85 метров и имеют двухуровневое потерянное пространство Предполагалось, что вся конструкция будет располагаться на плите И вот эта плита была разделена на зоны с примерно одинаковыми нагрузками И вот предполагалось использовать один и тот же гип фундаментов диаметром метр-двадцать Длиной двадцать восемь метров И вот наша камера как раз занималась тем, что мы с учетом несущей способности вот этих свай Здесь вы видите результаты испытаний вот этих свай Расставляли эти сваи, выбирали расположение свай по подкартным центрам и делали научно-техническое обоснование Кроме этого мы занимались тем, что сделали расчет ограждающей конструкции в виде стены в грунте Глубиной двадцать восемь метров И далее рекомендации по безопасной разработке котлованов Ну, как у нас сейчас принято в Санкт-Петербурге С разработкой грунта в центральной части Устройством бетонной беды и составлением бел Далее же мы теперь заменялись на подкосы Вот сейчас в таком состоянии находится строительство вот этого многофункционального кодекса Еще один объект, о котором, наверное, стоит упомянуть Это футбольный стадион на Крестовском острове Который сейчас получил название Гастро-арена Это уникальное соревнование Таких соревнований у нас всего четыре в мире С выдвигающимся полем С закрывающейся и открывающейся кровлей И, вы видите, высота этого соревнования Вместе с пилотами составляет сто десять метров Грунтовые условия примерно такие же, как и под ластоцентром Очень схожие грунтовые условия Ну, конечно, изменяются слои озерно-ледниковых отложений Под всем соревнованием выполнены сваи Причем сваи выполнены как под парковками рядом со стадионом Под пилоном и под трибунами Под трибуны и выдвижное поле использованы Бурнон-убиллые сваи длиной двадцать четыре метра Диаметром пятьсот двадцать миллиметров под пилоны используются бурно-бивные сваи длиной 28 метров диаметром 800 миллиметров в количестве 1400 штук вот вы видите здесь как раз принцип размещения свай под трибунами вот здесь мы рассматриваем только один сектор вот это расположение свай под одним из секторов а вот это уникальное расположение свай бурно-бивных соприкасающихся свай он поставлен в виде вот такой коробчатой конструкции то есть вот эта коробчатая конструкция определяет определенную дает определенную жесткость фундаменту под пилоны здесь вы видите как раз расположение свай под рядовой пилон здесь использовано 159 свай и под угловой пилон здесь использовано более 200 свай впервые такая конструкция позволила воспринимать большие моментные усилия при закрытии и открытии крови выдвижное поле также опирается на свайные фундаменты размеры поля 120 на 80 метров и оно включает в себя газон, систему подогрева и движется по роллерам со скоростью примерно 4 километра в час вот вы видите как раз здесь фрагмент этого поля под плитой выкатного поля выполнено свайное свайное поле из бурно-бивных свай расставленных с шагом 3 метра и использованы сваи диаметром 520 км вот вы видите здесь как раз схему расположения вот этого свайного поля ну а вот здесь когда процесс выполнения этого свайного поля это тот момент когда здесь еще ничего не было ну и уже дальше в процессе в прорезе 2014 год ну а это на 2018 год вот здесь многие могут увидеть себя на технической экскурсии которую мы проводили в 2014 году в феврале месяце в зимнее время вот так выглядела строительная площадка а уже в 2017 году на этом стадионе был проведен Кубок конфедерации а в 2018 году были проведены игры на Кубок мира в том числе полуфинал вот сейчас вот так выглядит этот стадион уже в завершенном виде 2019 год август месяц вот вот китайская делегация посещает этот стадион коллеги еще тогда хотел бы несколько слов рассказать о уникальном нашем объекте это комплекс защиты Санкт-Петербурга от наводнений я надеюсь многие захотят поехать на этот объект и наверное будет интересно знать что он из себя представляет вообще Санкт-Петербург страдал от наводнений с самого начала своего усвоения вы помните вот этот знаменитый поэму Кушкина «Медный садник» в наводнении 1824 года серьезное наводнение было в 1924 году у нас даже на реке Мойки установлен стол который показывает уровень наводнений 1824 года и 1924 года насколько поднималась вода ну вот собственно говоря эти кадры сделаны сравнительно недавно они сделаны в 90-х годах прошлого столетия то есть вы видите город испытывал по несколько наводнений в год и естественно значительно страдали территории находящиеся рядом с Финским заливом то что показано синим это те территории которые затоплялись во время наводнения это вот видите как остров Котлин город Кронштадт а вот на месте вот этих временных островов фортов которые сделали в Петровское время была выполнена вот эта данная уникальное сооружение которое представляет сейчас фестиполосную асфальтированную дорогу 25 км которая замыкает Финский залив с одного с Горской до Пронки на южной части Финского залива проходит через Крадштадт и имеет два судопропускных сооружения несколько ворот водопропускных и имеет подземный туннель под форматором под форматором под форматором вот сейчас вы видите как раз расположение расположение вот этих водопропускных сооружений это Б1, Б2 и так далее вот здесь находится судопропускное сооружение номер 1 для малотоннажных судов с проходением до 4 метров а вот здесь находится судопропускное сооружение это С-2, а это С-1 непосредственно под подземным под тоннелем вот здесь проходит фарватер и большие суда с осадкой до 12 метров могут проходить Финский залив и непосредственно швартоваться в городе водопропускные сооружения целый комплекс этих водопропускных сооружений которые представляют из себя металлические ворота весом 280 тонн которые закрываются в течении получаса когда идет сигнал о наводнении система металлических закрывающихся ворот под водопропускное сооружение С-2 вот эта конструкция она поднимается из воды и превращает проход на наводнение со стороны Финского залива вот вы видите сейчас как раз вот это водопропускное сооружение С-2 вот над ним сделан мост а вот водопропускное сооружение С-1 вот здесь в форматах представлено вот на этом слайде уникальное сооружение из специальных водопортов которые погружаются погружаются на определенную глубину и перекрывают ход воды вот мы когда будем на экскурсии я надеюсь Анатолий Иванович мы иногда увидим вот эти водопорты уже в действии мы увидим как раз эти водопорты которые в сложенном состоянии находятся вот на вот этих приемных приемных устройствах когда идет наводнение эти ворота закрываются и опускаются на соответствующую железобетонную лодку под вот этими водопропускными сооружениями и сделан открытым способом выполнен подземный подземный туннель мы участвовали как раз в том что рассчитывали шпунтовое ограждение для того чтобы выполнить вот эти вот этот искусственное искусственное островство в результате сейчас эта работа закончена в одиннадцатом году эта работа закончена и сейчас мы имеем туннель длиной тысяча девятьсот шестьдесят метров шириной сорок три метра и глубина туннеля двадцать восемь метров сейчас вы видите как раз идет процесс сооружения этого туннеля в открытом в открытом котловании ну и вот уже то что мы сейчас с вами видим то что мы сможем проехать уже непосредственно под основным форматором и водополосных сооружений С-1 вот эта работа была закончена в 2011 году и теперь шесть линий соединяет южную и северную часть Санкт-Петербурга и входят в комплекс кольцевой автомобилей дороги вокруг Санкт-Петербурга вот эти объекты мы в том числе сейчас описали в нашей новой монографии геотехника Санкт-Петербурга и строительство на слабых грунтах если кто помнит у нас была в 2010 году выпущена монография геотехника Санкт-Петербурга сейчас мы сюда включили новые объекты в том числе те объекты которых я вам сейчас доложил и эта книжка сейчас достаточно подробно описывает наш геотехнический опыт который выполнен выполнен в последнее время в заключение хочу сказать что к настоящему времени Санкт-Петербург имеет обширный опыт строительства уникальных зданий и сооружений как высотных так и слабых и подземных пространством большой глубины в условиях сложных грунтовых и гидравлических условий и в завершении когда мы делали экскурсию с американской делегацией мы приезжали мимо лавтоцентра и профессор Брю это президент нашего международного общества спрашивает меня а кто архитектор вот этой лавтоцентра я говорю я не помню то ли не Кандров то ли не Кифаров так это что русский я говорю да русский а конструктор самой башни академик Травов Владимир Ильич наш коллега по российской академии архитектуры и строительства и для них это произвело большое впечатление что в России мы можем умеем строить высотные и подземные вот это я хочу закончить спасибо коллегам спасибо 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 спасибо